ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Повидали бы вот такой раскладке и, вашему вниманию, церемонии награждения. Выиграл в итоге Халили, лидер общего зачета Кубка России, очень умно провел концовку гонки. И именно он опередил Александра Поварницына, протащившего на себе фактически Халили весь последний круг. А вот Данил Сырохвостов после финиша, а он третий, был недоволен, потому что догонял, 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 догонял. А дальше уже нужно было, наверное, до финишного спора стараться убегать. В любом случае, сегодня вот такой пьедестал почета и такая мужская церемония награждения. Но уже совсем скоро женщины прибегут в свою гонку преследования. Дистанция 10 километров, 4 огневых рубежа. Но если у парней в спринте очень все было плотно, то у дам Елизавета Каплина, представительца Югры, спринт выиграла с большим преимуществом. Больше 30 секунд она привезла и белорусский Олимбековой, и Екатерине Носковой. Тоже спортсменки из Югры, но Каплина в нынешнем сезоне просто великолепна. Вспомните, на старте этой зимы она на равных соревновалась в лыжах с самой олимпийской чемпионкой, обладательницей Кубка мира Натальей Непряевой. Поэтому в случае удачной стрельбы, конечно, пока даже сама Олимбекова, во всяком случае оглядываясь на спринт, Каплина не сопернится. Что-то будет сегодня, уважаемые друзья. Впереди женская гонка преследования. Ну а в воскресенье нас ждут мега-масс-старты, контактные дисциплины в прямом эфире на канале Матч ТВ. Старт буквально через пару минут. Да, уважаемые друзья, мы в прямом эфире на телеканале Матч ТВ. Я Дмитрий Губерниев. И Тюмень. Тюмень спортивная, Тюмень прекрасная, Тюмень снежная. Потому что сегодня мороз уже, ну, самый благоприятный с момента начала кубковых соревнований внутри России. Среди биатлонистов минус 10 градусов. Это потрясающе. Но солнышко светило накануне. Но Тюмень прекрасна в любую погоду. И в особенности, конечно, прекрасна жемчужина Сибири. Хоть сейчас облака, на небе белогривые лошадки. Ну а биатлонистки сегодня будут мчаться без оглядки. Сомнений в этом нет никаких. Итак, стадион, который принимал и чемпионат Европы, и этапы Кубка Мира. Выиграл в свое время, как мы помним, право принимать чемпионат планет по биатлону. Но, я бы сказал так, спортивно-политические пути дороги привели немножко все это в обратную сторону. Ну и вот, пожалуйста. Какая у нас борьба за желтую майку? Виктория Сливков всего лишь единственный раз. Это был как раз спринт здесь, в Тюмени. Когда она не поднялась на пьедестал почета, стала четвертой. Но, тем не менее, все-таки в расширенный подиум топ-6, так называемые цветы, Вика попала. И по-прежнему именно Тюменко лидер общего зачета Кубка России после первых трех гонок. Ну, из пяти запланированных, потому что две, как мы помним, проведены не были. Ну и подпирает, конечно, Лиза Каплина. Потому что 145 баллов у Виктории Сливкова. Вот положение вашему вниманию. 137 очков у Каплиной и у Ирины Казакевич 135. Да и Носкова недалеко. Чуть подальше Дербушева, Гореева. Это все сильнейшие спортсменки. Поэтому, если мужская гонка преследования была, несомненно, лучшей гонкой старта этого сезона. Потрясающая борьба. Борьба просто невероятная. И, кстати, Халили, естественно, сохранил желтую лидерскую майку, обережая Данила Сирохостова и Ивана Колотова. Причем большим преимуществом обережая. Потому что у Халили 240 глобала, а у Сирохостова 216. Но, как по Булгакову, главное событие в жизни у нас с вами впереди. В том смысле, что я очень надеюсь, что именно сегодняшняя женская гонка будет самой удивительной. Может быть, даже вот те расклады парней попытается перебить. Итак, друзья, к нашим героиням. Екатерина Носкова, Югра, бронзовый призер. Спортсменка, которая в нынешнем сезоне по восходящей двигается. С 18-го места на 4-е перешла. Дальше, дальше второе место. Но если брать зачет Кубка страны, но в данной ситуации только Олимбековой в данном случае проиграла и Каплиной. Стоя с ними на пьедестале почета. Носкова, кстати, ходом, ну, чуть проиграла. Все-таки порядка 30 секунд соперницам. В частности, Каплиной Олимбековой уступила 16, если брать чистый ход. Ну и, конечно, Лиза Каплина. Фантастическая Каплина, которая на равных с Непряевой, как я уже говорил, перед стартом официального нынешнего сезона боролась. И, конечно, сегодня концентрация будет полная в гонке с четырьмя огневыми рубежами. Но Каплина, конечно, сейчас чрезвычайно серьезно, что и подтверждает ее многолетний личный наставник, легендарный Валерий Захаров. В общем, тот случай, когда спортсменка, когда по-настоящему начинает спорту быть верной, отдаваться до конца тренировочному процессу и всему такому, что сопровождает тренировочный процесс на весь настоящим профессионалом, успех придет. Ну и, плюс к всему, конечно, вот эта работа замечательная в группе Истомина Норицына. Ну вот, десятка сильнейших. Здесь не такие плотные результаты, как у мужчин, потому что мы видим все-таки разброс достаточно солидный. И Каплина будет выигрывать 31 секунду на старте у Олега Эковой, 38 у Носковой, 47 у Гореевой, у лидера общего зачета кубка Сливко 58. Козакевич, который стабилизировал стрельбу на стойке, все еще никак не может, есть психологические проблемы, будет уступать минуту 0,5. Но повторимся, что поскольку сейчас лютого мороза мы уже не видим, и условия самые что-нибудь богоприятные, минус 10 здесь от... Чувствуется очень так комфортно, хорошо и спокойно. Ну а сейчас Лиза Каплина на ваших экранах готовится сегодня выступать и, может быть, будет стараться выиграть. Посмотрите, снова как утепляется Динара Олимбекова. Красотки наши, Катя Носкова. Лиза Каплина сама родилась в республике Бурятия, Кабанский район, поселок городского типа Сиренгинс. Но давно живет он примансийский, наставников уже вспоминал Валерий Павлович Захарова легендарного, начинала тренироваться у Аркадия Белоусова. Ну и время пришло показывать результат. Вика Сливко настраивается очень серьезно на сегодняшнюю гонку. Равно как и Ирина Казакевич, все основные в строю. Настя Шевченко, которая потихонечку набирает, но мы видим, что, кстати, пока в тени находится Наташа Гербулова. Гонка предыдущая не очень-то у Гербуловой получилась. Минута 34 отставание, но в Кубке Содружества, если анализировать летние результаты, Гербулова идет на первой позиции. Владислава Гаврилова, здесь Леонид Мякишев, кстати, ее личный наставник, который работал из Дарьи Вероланин, из Кристины Рисовой пропускающий. Нынешний сезон-то она ждет второго ребенка, точно так же, как Ульяна Нигматулина ждет первого. Ну и здесь, конечно, я белорусским грандамам передаю большой привет, потому что и Лещенко Кривко, и Соло тоже готовятся мамами стать. В общем, вот такая у нас прекрасная российско-белорусская четверка очаровательных дам пропускает нынешний сезон по самой, что ни на есть, прекрасной и замечательной женской причине. Трасса. Ну, трасса, конечно, не изобилует, может быть, как в Оберхофе или Контюлахте с верхмощничными подъемами да спусками, но есть возможность поработать, что и доказывал, кстати, Серохвостов, между прочим, в предыдущей гонке. Ну и вот этот выкат к стадиону очень непростой. Долгая работа со спуска, дальше равнина, где нужно очень четко прислушиваться к своему организму для того, чтобы к стрельбе подходить в оптимальном состоянии. Каплина, друзья. Лидер сегодня с очень большим преимуществом на старте, но, впрочем, все может очень серьезно измениться. 31 секунду Лиза Каплина выигрывает у Динара Олимбековой. Белорусская команда на следующей неделе в Уфе, где состоятся соревнования, выступать не будет. Подготовка к Рязани 24-25 декабря. Кубок Содружества. Рязань впервые, на моей памяти, примет бятлок подобного масштаба. Катя Носкова. Здесь готовится и Настя Гореева. Подмосковная спортсменка, которая нынешний сезон, как мы помним, начала очень здорово, но потом одну гонку пропустила, но, впрочем, в российском зачете она неизменно в призах. И, конечно, как идет желтый цвет Виктории Сливко. Ирина Казакевич. Ирина Казакевич, которая ходом, совсем чуть-чуть, кстати, проиграла Елизавете Каплиной. Там буквально последний круг, кстати, который Казакевич проходит очень сильно. Она тоже прошла группу Бородавка, например, готовясь с лыжницами. Две секунды, например, на последнем отрезке. Два с половиной километра Каплиной проиграла Ирина Казакевич. Вот она форма Елизаветы. Итак, внимание на старт, друзья, женский пасют в прямом эфире на Матч ТВ «Биатлон». Грандиозный «Биатлон». Сегодня, конечно, прибавилось зрителей на трибунах. День, слава богу, выходной. Завтра два мега-маст-старта. Ну, мега-маст-старт, когда больше 30 человек стартуют. Ну, и все это мы покажем в прямом эфире основного флагманского «Матч ТВ». Начиная с 8.50 по московскому времени. Ну, и дальше, соответственно, в 11.50 по Москве уже будет вторая гонка. Так что приглашаю всех, друзья. «Биатлон» — это сфера интересов нашего телеканала. Олимбекова 31 секунда. Анфортсменки видят свое отставание. Ну, и «Фальстар» сделать нельзя, иначе они отрочут в наказание. Если в трех секундах будет штраф. А если ты вообще правило в трех секунд нарушишь, то есть дисквалификация. Настя Шевченко готовится. Группа Шашилова, ну, кстати, как и очень многие тренеры, да и парни. Сегодня и Гаранчев приболел. И у Бабикова тоже последствия ротовируса, насколько мы понимаем. Тоже инфекция ходит. Ну, хочется всем здоровья пожелать. Так вот, Наталья Митрюкова, супруга брата Анастасии Шевченко, бывшая выжница, не вышла на старт, тоже приболела. А вот Настя сегодня в строю. Ну, мы ждем, конечно, от Митрюкова такой же прыти, как от Анны Марии Лампич. Славенко, прославленная лыжница, призер-победитель всего-всего, практически перешла в биатлон, и там в Кубке мира творит чудеса. Но того же, кстати, мы ждали Астина Нильса на олимпийской чемпионке лыжек. Там, правда, не таким был быстрым переход в биатлон, чтобы вот так с тремя промахами занять пятое место, там практически в стартовой же год. Но в любом случае интересно. Но Шашилов говорит о том, что у Митрюковой Шевченко в данном случае все идет по плану. Итак, Ермолова стартовала. Тут уже минута 34. Любовь Калинина неплохо себя тоже зарегендовала на старте сезона. Тюменская спортсменка. Минута 44 отставания. Кудисова минута 51. Лариса Куплина, которая помогала пристреливать, кстати, своих парней перед гонкой мужской. У нее сегодня 12-й стартовый номер. Одна минута и 56. Ну, если говорить еще о таких хороших спортсменках, которые, скажем, проигрывают на старте достаточно много. Тамара Гермушева только 19-й была. 2.25 отставания. Ну, в общем, такое достаточно серьезное. Сегодня Катя Бех не бежит. В России 4 минуты проигрыш. Ну, и гонка у спортсменки из Московской области совсем не получилась. Итак, настрой сегодня Каплиной. Разумеется, на чистую стрельбу прежде всего. Сейчас она по-прежнему, как и в гонке, с интервальным стартом предоставлена сама себе. Есть возможность работать с первых метров дистанции, не оглядываться и держать темп, который она сразу же себе задает. Пока, кстати, говорит о том, что до оптимальных результатов далековато. Все-таки впереди чемпионат России, Кубок Содружества. Но 30 секунд, сказала после финиша Каплина, весьма комфортное преимущество. Буду стараться работать своим темпо-ритмом и еще на рубеже тоже. Ну, и, понятное дело, снег. Снег, который задает вопросы еще и сервис-бригадам. 30 секунд преимущество, как мы видим. Динара сократила одну секундочку, но все-таки сократила. Хотя не будем думать, что сильнее года прошла Каплина в предыдущей гонке. Но сейчас условия скольжения, конечно, изменились. Носкова 40, Гореева 48. Чуть медленнее Носкова и Гореева, Каплина и Олимбекова. Олимбекова вот этот километр проходит старательнее других с точки зрения скорости. Но это не учитывая результат Казакевич, потому что именно Ирина все-таки показывает лучшие ноги, уступая уже 57 Каплиной. На старте была 1 минута и 4 секунды. Виктория Слевко проигрывает 58, и мы видим, что поменялись они сейчас местами, потому что Казакевич уходила в 4 секундах относительно Виктории Слевко позади. И вот сейчас за первые 900 метров сумела превзойти спортсменка из Екатеринбурга Тюменко Слевко. Здесь видела и Луизу Носкову, и Галину Куклеву, наших прославленных олимпийских чемпионок в Тюмени. Продолжает работать школа Луизы Носковой, где блестящий Леонид Гурьев, прославленный наш великий тренер, сейчас с молодежью на Кубке Урала в Екатеринбурге шороху наводит. И очень есть приличные воспитанники. У Гурьева это здорово. Но Галя Куклева замечательный педагог в университете. И Луиз Носкова теперь еще и в союзе биатлонист России, как мы знаем. Но и вот мы с Луизой тоже говорили, школа продолжает работать по полной программе. Таланты есть. И когда на хозяйстве Гурьев, то тут вообще все в порядке. Километр 400 метров. 30 секунд по-прежнему. То есть Каплина, Олимбекова при своих остаются. 30,8 десяток. Да и, собственно говоря, Носкова тоже. Фактически своим темпом идут. Гурьева чуть медленнее на этом отрезке. Еще 3 секунды плюс. 51 отставание. Казатевич пытается убежать от слегка. Между ними 5 секунд. И вот, пожалуйста, Галя Куклева. Естественно, тут как тут. Многократная членка мира. Это королева спринтерской гонки Нагана 98. Заслуженный мастер спорта. Олимпийская чемпионка Галя Куклева. Еще раз поздравляю с прошедшим недавно юбилеем. Галя великолепна. У меня мама тоже Галя. Поэтому я к этому имени испытываю, естественно, самые нежные чувства. Галя Дмитриевна, привет тебе большой. Сходня тоже болеет. За биатлон. Шевченко, Гербулова. Минута 27, минута 38. Проигрыш на отсечке полтора километра. Каплина справляется с первым рубежом. Дамы, дамы, самые активные болельщицы. И такой, казалось бы, сильный мороз, но утеплилась Олимпекова. Хотя тоже была здесь на сборах неоднократно. Олимпийская чемпионка из Республики Беларусь. В Минске будут соревнования Кубок Содружества в январе. За две недели практически надеемся поехать. Провести с пользой время вместе со спортсменами. Точно работает Олимпекова. Уходит второй. Ну и, как мы видим, достаточно быстро отстреляла Динара. Будет сейчас сокращать преимущество и на глазах сокращать. 22,2. Пройбер пока. Уцеливают каждый выстрел. Казакевич попадает. Переходит на третье место Сливко-Гореева. Гореева точна. Не быстро стреляет, но главное точно. И Виктория молодец. Ну что ж. Носкова мы видели. 38. Пока все достаточно неплохо. Во всяком случае, лидеры продемонстрировали достойную стрелковую работу. Гореева 56. Сливко 59. Вот следим Шевченко и Гербулова. Там уж, конечно, больше минуты будет. Но, тем не менее, они все одно в игре. Шансы на медали сохраняют. Шевченко уходит и Гербулова. Молодец. Ну что ж, сейчас девчонки вот в этой первой группе, в этой когорте стреляют чисто и надежно. Ну вот вторая волна, назовем ее так, а может быть даже третья, где и опытная Кухлина, и менее опытные спортсменки, но в том числе одна из сестер Кручинкиных работают, но уже ошибаюсь. Вот Питер Майгоров слева, Луиза Носкова в центре и Галина Куклева. Практически Тимура и его команда. Ну и вот давайте посмотрим, как трудилась на первом рубеже Каплина. Динара Олимбекова в сравнении стреляла гораздо быстрее. Но так же точно, как и Елизавета. Ну и, соответственно, ждем сейчас промежуточную турнирную таблицу. И дальше сделаем паузу. Ну и понаблюдаем частично еще и, конечно, за Носковой, которая от Казакевич, между прочим, в 11 секундах и чувствует опасность Югорчанка. Таблица вашему вниманию. После паузы встретимся с нами. Порт для всех на Матч ТВ. Возвращаемся, друзья, в прямой эфир. Так, у нас сейчас пулей пролетела Казакевич до отрезка 2,9. Она идет явно быстрее всех. Динара Олимбекова, кстати, если анализировать скорость, не только точность, но скорость стрельбы из положения лежа, то, конечно, девчонки в целом российские. Но не Динара Олимбекова стреляли пусть точно, но медленно. Если так сравнивать с лучшими мировыми образцами, здесь по скорости мы уступаем. Нужно стрелять, конечно, точнее, для того, чтобы тоже в тонусе себя держать. И, ну, как ни крути, биатлонист, конечно, интересуется тем, что происходит на этапах Кубка мира. Олимбекова уже отыгрывает. 18 секунд, 22 было с ухода после рубежа. Носкова приблизиться не может с Каплиной в одни ноги. Но тут Казакевич, конечно, потому что уже 38. Очень здорово идет Казакевич. И даже, даже почти 11 секунд она отыгрывает у самой Каплиной. И мы говорим с самой Каплиной уже с придыханием, с учетом всего того, что мы видели на дистанции. Но тут тоже многое зависит от работы лыж. Погода совсем изменилась. Но повторимся, что сервис бригады сборной по умолчанию может одну пару лыж подготовить любой спортсменке в топ-30 Кубка. Но здесь еще есть и местный сервис. Мы знаем, что у тренера Шашилова, если брать спортсменок, Светловский опыт, все в порядке. Да и у горчанок тоже все нормально. К этим кабинезонам югорским мы привыкли. Второй рубеж. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прекрасно Каплина. Здорово! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, а у Динары-то один промах. И вот это становится уже очень интересно. С учетом того, что рядышком с Носковой, которая впервые, как она сказала, сделала ноль и находясь еще не в идеальном состоянии. Посмотрим, что сейчас. Но Динар очень быстро пройдет круг. И тут нужно еще постараться. Казакевич, но, впрочем, уже есть. Одно непопадание у Ирины. И круг. Каплина будет неналичным мощнейшим лидером. Носкова попала, но там больше тридцати будет отставание. Гореева и Сливко. Ирина. Ирина. По-моему, 37 проигрыша Олимбековой. 38 Носковой. Виктория Сливко идет четвертой. Вот она сейчас проходит контрольную отсутку. И Ирина Казакевич. Пройдя в руку. Так. Гербалова молодец. И Шевченко прекрасно. Ну что ж, хоть здесь больше минуты проигрыш. Но, тем не менее, в борьбе по-прежнему девчонки. И гонка закручивает очень лихо. Каплина весьма комфортный. 37 секунд выигрывает у Динара Олимбековой, которая с промахом равно, как и Ирина Казакевич. Казакевич пятая. Минута 0.2 от Каплиной. Тяжело, конечно, будет бороться за победу. Но, тем не менее, на глазах у наших грандамы и у Луизы Носковой, в частности, мы видим, что отставание Казакевич Сливко от Носковой и Олимбековой. Там порядка 20 секунд. Это можно отыграть. Ну, а сейчас давайте еще раз посмотрим, как работали на лёжке лучшие биатлонистки России и Белоруссии. И дальше будем продолжать работать, посмотрев предварительно промежуточный финиш. Снайперская точность Елизаветы Каплиной, но не только. Здесь и Носкова, здесь Сливко, здесь Гербулова и Шевченко. Восьмерки сильнейших три спортсменки на МАЗ. Зали Казакевич, Гореева и Олимбекова. Гореева прошла круг, но там отставание от Казакевич 23 секунды, кстати. Если на старте Гореева была четвертой, сейчас она бежит, соответственно, шестой. Ну, так, друг с другом меняясь в этой восьмерке сильнейших, особенно во второй ее четверке, так скажем. Но в целом все остальное остается незыбным. Посмотрим, что дальше. Здесь уже круговые спортсменки. Стомин, в группе которого работает Каплина, подсказал. Здесь много тренеров сборновских, региональных. Отрезок 4,9. Здесь же постоянно и работают ретраки. Тут, кстати, еще и лыжники-юниоры тренируются. Второе стрельбище есть на стадионе. И все условия для того, чтобы проводить гонки. Кстати говоря, не только в утреннее время, но тут еще и... Здесь огромные конжектора, софиты, фонари. Здесь можно и вечером соревноваться, и когда угодно. Так, 40 секунд. 40 секунд проигрывает Олимбекова. И вместе с ней они вдвоем уходили. Екатерина Носкова. Это значит, что Каплина сейчас третий круг работает посолиднее, чем ее преследовательницы. Виктория Сливко, кстати. Темп Каплины сейчас пытается выдержать. А вот Казакевич подходит всего лишь на секунду. То есть, казалось бы, что Ирина начнет после проведенного штрафного круга сразу приближаться к Виктории. Так, у нас вот как раз то, что я говорил. Нарушение правила трех секунд. Фальстарт и 30 секунд прибавляется Полине Шевниной. Нужно быть на старте весьма внимательнее. Отрезок 5,4. Каплина. Мы ее почти не видели в основной сборной команде. Но на внутрироссийских стартах, я вспоминаю Тюмени, Ханты-Мансийск. Она, конечно, была абсолютно незаменимой. Так, попить обязательно. Питательный напиток никто не отменял. Напряжение очень большое в гонке. Завтра еще Мега-Мастарт, напоминаю. Когда больше 30 участниц побегут, чтобы всем хватило места на рубеже. Какая-то группа пройдет в холостую. Поначалу стрельбище. Первый круг, затем другие. А дальше встретятся уже в очной борьбе. Очень хорошее, кстати говоря, изобретение, которое позволит всем выйти на старт. 8,50. Первая мужская гонка. Воскресенье в 11,50. Женская. Ну и на следующей неделе Уфа. Следите за нашими анонсами. Итак, следующий отрезок 5,4 десятых. Казакевич все-таки, смотрите, сейчас с отчаянным броском превзошла Скифко. Как раз ждала вот этот момент, где поработать в подъем. И сейчас Вике уже нужно, соответственно, сесть позади Ирины, проигрывая 58 секунд. И та, и другая уступают чуть меньше минуты капленной. Ну а Олимпекова и Носкова 40,42. Отставание каплено на рубеже. Грядет первая стойка. Третья стрельба. Один круг. И два. Один. Может себе пока позволить, но с такой Олимпековой. Да и Носкова тоже великолепна. Все это на тоненько. Вот сейчас сравним как раз и скорострельность еще. Олимпийской чемпионки и одного из лидеров прошлого сезона Олимпековой и Носковой. А тут как? Тут уже Казакевич со Сливковой. Сливковой, естественно, усидела за Ириной. Но Ирина никуда тут уже не торопилась. Вот обратите внимание, насколько быстрее отработала Олимпекова. Тоже для тренеров, разумеется, сейчас загадка и возможность для дальнейшей работы. Носкова попадает, но время-то тратится. А вот теперь посмотрите. Совсем немножко, всего 6 секунд между девушками-лидерами. Старственники круговые. Там уже Казакевич и Сливковой. Ирина молодец на стойке. И Виктория здорово. Носкова 13,8 проигрывает. Вот вам цена отставания именно в стрельбе. Потому что шли они рядышком по дистанции. Тем интереснее сейчас будет наблюдать за вот этой схваткой. 30 секунд с небольшим отставания Казакевич и Сливковой. 32-32,5. Гореев и Гербаловы могли бы побороться, если бы точная была работа. Но промахи и у Гореевой тем более два непопадания. 300 метров, конечно, это далековато уже от борьбы за призы непосредственно. Итак, давайте смотреть. Уже больше минуты будет проигрывать спортсменка, который станет шестой пока. Ну, разумеется, все основное внимание к пятерке сильнейших. И на ваших экранах Екатерина Носкова, кстати, единственная, которая после третьей стрельбы продемонстрировала поистине снайперскую точность. Но Каплина уже, которую вы сейчас видите, она не единоличный лидер. Каплина бежит с преимуществом в 6 секунд. В Кубке России. Из-за этого Каплина до своей победы была четвертой и седьмой, но в целом общий уровень показывая. Ну и поначалу совсем ничего не выходило у Динара Олимбековой. Мороз все-таки не выход на старт, береглась. Что касается Носковой, старт был только неудачный, 18-е место. Дальше четвертое и вторая, если брать зачет Кубка страны. Это хорошо. Ну и вот уже на Кураже, наконец-то сделала ноль. Сама говорила, что давно такого не было. Но тем не менее говорила Катя, что не самое прекрасное самочувствие. Тоже ведь зачастую, когда спортсменки так говорят, жди прыти на следующий день. Смотрим, насколько сегодня физическое состояние Носковой позволит ей бороться. Пока, по-моему, позволяет. Каждая в непосредственной близости друг от друга. Тут мы видим еще Василису Румянцеву. Юную девушку в Московской области. Которую уже на круг опередили лидеры сегодняшней гонки. Сейчас будет очень хорошая борьба. Ну и давайте смотреть, что у нас там после третьего рубежа. Шестая Шевченко с нолем, кстати. Молодец. Минута 0,8. Но там почти 40 секунд до слепко. Гербулова с одним, минута 19, седьмая. Гореева восьмая с тремя, минуты 54. Гербушева 10 мест отыграла. 2,15. С нолем. Молодец. Куфрина десятая, 2,47. Батманова, кстати, тоже с нолем. С 27 места на 11. Молодец. Борется. Батманова очень многообещающая. Помните, как она с отцом здесь на чемпионате страны бежала. Сингл-микс. Тоже хороший датлонист. Тренер известный. А вообще вся семья замечательная. Олимбекова приближается, кстати, как мы видим. Умничка, все грамотно. Урова, здорово, здорово. И разогревает. Свощи показываете, поддержаете. Да, сейчас стрелковые разборки грядут очень хорошие. Казакевич еще 4 секунды выиграла у лидера. Вот сейчас, если так, на данный момент общий зачет Кубка страны. Глядя виртуально. Спасибо Матвею Вознесенскому за подсказку. Замечательную арифметику и шеф-редактору трансляции Каплинову слегка выигрывает. То есть, если бы финишировали спортсменки сейчас, то желтая майка перекочевала бы в югруность. Динара Олимбекова уже догнала. Снег идет, конечно, по-прежнему, но не валит, а все-таки так потихонечку подсыпает. Первый идти, конечно, потяжелее, что продемонстрировал в предыдущей гонке Поварницын. Там тоже, видимо, тактические ошибки были, в том числе и у тренеров, когда и Кирокостову подсказали, может быть, не так, как надо, и Поварницыну. Но Ахалилиев, лучшая традиция, Куркада так потолкался еще на спуске. И Карим выиграл блестяще, был Поварницын второй, Кирокостов третий. Роскошный был пасиут, посмотрите, найдите в наших социальных сетях и Мачтевы, и Союзы Поварницы в России. Казакевич уже 27 секунд. Вот сейчас, кстати, прыг Казакевич замедлилась, но тут понятное дело. Слегко, естественно, прет за Ириной, и тут разная лыжегоночная подготовка спортсменок. Вы видите, нужно сидеть за Ириной, но совершенно очевидно, что подшипная Шаршилова настраивается на рубеж и не будет сейчас форсировать вот эту лыжную работу. Лидеры уже вдоль трибун проходят, и впереди, друзья, последняя стрельба. И, как принято говорить в таких случаях, сейчас все решится. Носкова тоже недалеко. Заволновались трибуны. Сегодня довольно много зрителей, это приятно. Но тут и песни, и пляски, и питание, разумеется, есть. Заволновались трибуны. Субтитры делал DimaTorzok Динара не попадает, но тем не менее, но и Каплина не попадает, но насколько Динара все делает быстрее, все решится между ними, но между ними ли? Динара чуть впереди, Носкова, и тут же Казакевич, тут вообще все может с ног на голову перевернуться. Ну и конечно Сливко, Сливко тоже может стрелять точно. Метров 15 преимущество у Казакевича. Так, Носкова точна, молодец, прошу прощения, у Олимбековой. Казакевич верна себе на стойке, ну что это такое, Ира? Психология, психология не может справиться, не может справиться сама с собой Казакевич. Вот в который раз она Кубка мира как бы работала, боже ты мой, два промаха, два круга. Сливко тоже маршет один раз и не будет бороться. Но тем интереснее сейчас, потому что лидер-то, да, вы видите, Носкова, но Олимбекова плюс две и плюс восемь Каплина. Ну что, у нас калька с мужского пасюта, где было тоже три человека. Ну какой нас опять ждет финиш, какой нас ждет роскошный биатлон на последнем круге. Просто потрясающе! На стадионе прекрасно комментирует коллега Дмитрий Рыбьяков, за что ему огромное спасибо. Тоже прекрасный комментатор. В имени сегодня студенческий хоккей, много спортивных событий, мини-футбол и так далее. Но, конечно, биатлон стоит особняком. Носкова, которая, разумеется, работает тоже в группе Артема Истомина, которую мы видели на Кубке Содружества, и летом она была просто прекрасна. Вместе с Гербулом, которая сейчас находится несколько в тени. Носкова мы тоже помним по блестящим результатам и на Универсиаде, где она выиграла четыре награды, из них три золотых. Это наследие Красноярска. Ну и сейчас 26-летняя в расцвете своих сил и прекрасная Универсиаде в свое время, когда она выиграла множество медалей. Идет первый Динар, ждет своего часа. Каплина уже упирается, но хочет догнать. Тяжеловато, тяжеловато, но надо терпеть. Восемь секунд проиграл Носковый Каплина после рубежа. Спортсменки будут подходить к отрезку 8,9. Он сейчас разгоняется вот на этом небольшом спуске. И дальше в подъем надо уже каплиной поработать, если она хочет достать. Олимбекова все делает абсолютно правильно, но Носкова, я боюсь, может сейчас наесться до отвала. И дальше Динара может выпорхнуть из этой клетки. Относительно, конечно, но все-таки сейчас замочек пытается прикрывать Носкова. Тренер, слышите? Чуть-чуть подошла, все-таки Каплина. Подработали, подработали, мутырилов. Давай, давай, здесь, здесь, подсказал. Тренер тоже себя обязан в форме держать, не так ли? Выход, выход, обязательно, выход, выход нужен. Но Каплина тяжеловато, пойди с работой, выход, после того, как ты вот этот подъем догонял, догонял. Динара по внешнему радиусу. А теперь дальше, посмотрите, вот уже так поменялось местами и пытается выйти вперед. Но Катя держит, финиш какой нас ждет. По-прежнему и Горченко впереди. Две ханты-мансийские спортсменки и белорусска борются за медали. Остальные проигрывают Сливко, была четвертой после рубежа, 42. Казакевич пятой с тремя, минута 10. Шевченко с одним, минута 21. Седьмая Герблова, восьмая Гербушева. А Батманова девятая, которая 27-й стартовала. Не-не-не-не, вперед, шага! Вперед, вперед! Когда будет атаковать Олимбекова, мы с том, смотрим, ждем. Будет весь, его тоже небеспредельный, 600 метров до пилиша. Носкова, какая настырная! Какая настырная! Тренеры, посмотрите! Оглядывается Динара, где там еще одна спортсменка. Поддавливает ли Каплину, но мы не видим. Все-таки просвет достаточно большой. И в этой гонке сегодня Носкова, которая прошла на ноль, кстати, единственное, напоминаю. Потому что Олимбековой и Каплиной 300 дополнительных метров были. Здесь выходишь первой, если со спуска, то ж не беды. Справится ли Олимбекова сейчас? Бронза понятно у Каплиной, кто победит? По-прежнему Носкова. Да, в такую биатлонистку позади, но Олимбекова тоже довольна. Каплина все же третья. Справляется Носкова невероятный образчик терпения. Две горчанки обнимаются с победой. С победой Югра Евгения Редькина, Сергея Хоновалова, Захарова. Всех поздравляем. Ну а дальше мы видим Виктория Сливко. Надо сейчас посчитать расклад, у кого будет желтая майка. Потому что, ну нет, впрочем, Каплина Сливко. Там между ними было сколько? Восемь очков. Так, а что у нас сейчас? Фотофиниш. Неужели Носкова бросила бежать и Олимбекова по фотофинишу выиграла? Но это вообще такой будет урок тогда. Там казалось, что хватит запала. Катин. Неужели проиграть Динаре? Сейчас посмотрим еще раз. Вот это да! И получается, что на данный момент, смотрите, носок ботинка бросила бежать Носкова. Это будет большим уроком. Второе место у Кати. Я думал, она уж уверена на 100%. Но вы посмотрите, бороться нужно до конца. Так, у нас сейчас Илья Трифонов и Носкова. Серебряная все-таки медалистка. А что это было? Все силы отдала на дистанции и нечем было толкаться или рано бросила бежать? Походу, второй вариант рано бросила, потому что я не слышала и не видела Динару. По ощущениям было, что она далеко. И буквально последние пару метров я уже практически перестала толкаться. И, видимо, это была моя ошибка. Ну, не будем на этом заострять внимание. Тогда, тем не менее, поздравляем все равно с успешным выступлением. В первую очередь с четырьмя нолями. И просто про борьбу на финише. На последний всплыв же первый садится не очень хорошо. Не было мыслей там о тактике где-то похитрить или была вера в свои силы? Это первые четыре ноля в моей жизни. Я очень рада. И когда я стрельнула последний ноль, я даже перепроверила, точно ли это ноль. И у меня переполняет эмоции именно от этого. Ну, и даже, наверное, то, что я сейчас старая, это меня не сильно огорчает. Поздравляем. Спасибо большое. Дима. Спасибо большое Носковой. Спасибо коллеге Трифонову. Ну, вы все слышали, друзья. Ну, что, на ошибку хочется, а забитого потратится и двух небитых дают. В данном случае радость от нулей перевешивает огорчение. От того, что бросило бороться. Надо до конца. Биатлон не прощает ошибок. Особенно в споре. Ну, что ж, вот мы видим уже спортсменок, которые финишируют во втором десятке. Будем подводить итог после очень короткой паузы, друзья. Эта гонка была великолепна. Внимание, друзья. И все-таки Динара Олимбекова после серебряного спринтерского финиша вырывает на зубах победу Кати Носковой и белорусско-олимпийский чемпионка в прямом эфире МачТВ. Слово коллеге Трифонову. Дадим, спасибо большое. Динар, поздравляем с победой. Как это было на финишной прямой? Все как в тумане или видела хорошо? На самом деле, когда я уже вышла на финишную прямой, поняла, что я как будто бы не была в спине прям самой у Кати и, наверное, уже не хватит мне сил бороться с ней на финишной. Но она то ли оступилась, то ли что, я заметила буквально чуть-чуть, что лыжа у нее соскользнула и поняла, что это даст мне какой-то шанс и поборолась до самого финиша. Вот получилось так. Когда просовывала ногу, понимала, что твой ботинок впереди или еще нет? Да, я уже видела, что она чуть дальше, и то ли она даже кинула бороться или поняла, что уже тоже нет. Но мне кажется, у нее было все равно преимущества, потому что я пошла более по свежему снегу и вообще весь круг старалась обгонять, но не получалось. Но когда уже, да, я прям перед самой финишной чертой видела, что я чуть-чуть впереди. И хочу про последнюю стрельбу спросить, потому что она такая куражная была, и казалось, что ты на классе сейчас побеждаешь, выиграешь эту гонку и забираешь ее просто. Да, на самом деле в таких ситуациях и нужно уверенно стрелять, не мешкаться, не давать шансов никому. Я не знаю, как так получилось, что я промахнулась, лежа еще могу приставить, но стоя, я была сегодня сильно готова. Может быть, где-то тоже какое-то волнение сыграло, но это классно, мне очень понравилась сегодняшняя гонка. И прям благодарю всех девочек за борьбу, это прям было очень интересно. И нам гонка понравилась, говорю, вам спасибо большое. Спасибо, Динаре. Дима? Спасибо большое, Динаре. Вот они итоги сегодняшней гонки. Два промаха. Ну, конечно, быстрая, даже я бы сказал, сверхбыстрая стрельба по сравнению с нашими девицами. Но Носкова сделала ноль, это совершенно потрясающе. А лидер Кубка России по-прежнему у нас Вика Сливко. Кстати говоря, но между Каплиной, которая сегодня третья, и Сливко, которая в топ-3 не попала, стало уже всего, по-моему, 4 балла. Итак, друзья, спасибо всем, спасибо нашим блестящим режиссерам, редакторской группе, отличная работа, великолепный показ. Ну и вам спасибо, дорогие зрители. Встречаемся в воскресенье, мега-мастарты, 8.50 по Москве, первая гонка в 11.52. Вторая, несмотря, что в разгар чемпионат мира, но, тем не менее, истинные покойники биатлона уже с утра. Это в Москве на ногах, а страна-то большая, и поэтому там дальше Урал-Сибирь, Дальний Восток, все смотрят биатлон. Я Дмитрий Губерниев, всем спасибо, всех обнимаю, всем здоровья и удачи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»